Во Владивостоке прошло празднование Дня Военно-Морского Флота России. Парад боевых кораблей в бухте Золотой Рог начался в 10 утра. Возглавил колонну фрегат маршал Шапошников. На его борту с торжественной речью выступил командующий Тихоокеанским Флотом адмирал Сергей Иосифович Авакянц. Товарищи адмиралы, товарищи офицеры, товарищи старшины, матросы, уважаемые ветераны, сегодня в последнее воскресенье июля в нашей стране отмечается всенародный праздник День Военно-Морского Флота. Он дорог каждому, кто любит Россию, гордится героическим прошлым и верит в его великое будущее. Впервые в нашей стране День Военно-Морского Флота праздновался в июле 1939 года по инициативе Народного комиссара Военно-Морского Флота адмирала Николая Герасимовича Кузнецова. Этот праздник дань уважения и признания заслуг военных моряков перед государством. Моряков Тихоокеанцев поздравил губернатор Приморского края Олег Кожемяка и отметил, что за всю историю Военно-Морского Флота России военные моряки не раз с честью отстаивали интересы и безопасность нашей страны. Выражаю благодарность всем военным морякам-дальневосточникам за их ратный подвиг и труд во имя безопасности нашей страны. Желаем крепкого флотского здоровья, воинской удачи и семейного благополучия. С праздником! С Днем Военно-Морского Флота! Для горожан этот праздник имеет особое значение, поскольку завоевания и победы нашей страны неотделимы от военного флота и Владивостока, морского города по духу и призванию. Приехал в Владивосток первый раз на этот праздник. Я сам с Сибири учился в кадетском корпусе. И для меня это честь побывать на этом празднике здесь. Пятый день мы здесь. Каждый день у нас какие-то новые-новые мероприятия. Очень нравится, очень спасибо. Народ хороший. Вообще вот, ну просто, ну мы в восхищении. Жители и гости Владивостока наблюдали парад кораблей с набережной Цесаревича, корабельной набережной, видовых площадок и на берегах бухты Золотой Рог. Эмоции зашкаливают. Скоро сами будем на таких кораблях служить, отдавать честь России. Я счастье испытывал во время парада кораблей. Ну это что-то такое родное, близкое. Мы служили, мы видели, мы знаем. Мы все это проходили. Ну это вот, это все родное, близкое. Корабли, вот стоят в параде корабли, на которых мы служили. Это большая гордость для нас. Это мощь, это мощь. Мы-то видим по телевизору картинку, вот. А здесь наяву ощущаешь вот это вот, ну действительно, мощь Российской Федерации. Это здорово. Более трех веков военный флот стоит на страже национальных интересов России. Бесстрашие защитников морских рубежей, их мужество и отвага во все времена вызывало чувство восхищения и глубокого уважения. Олег Завьялов, Тамара Чупахина, Новости на Восьмом.